Эй, кто тебе разрешил? Кстати, вот это я иду. Можно сделать тест, можно побежать. Вообще, я так рада. Короче, снимаю на Osmo Pocket, на DJI Pocket 2, если кто ещё не понял. Хотела посмотреть, как это с ней ходить, себя снимать. Вот, у меня рука вытянута, даже не полностью, то есть она немножко у меня сгнута, или как там говорят на русском. И вот я иду, и сколько много за мной видно. Классно, да? Не то, что раньше. И теперь можно сказать, что это реально классная камера для влогов. Маленькая, стабильная, не особо бросается в глаза, мультифункциональная. Теперь можно ходить, тебя снимать, и столько много помещается теперь в картинку, чего до этого не было, если даже бежать или прыгать. Маленькая, стабильная, не особо бросается. Маленькая, стабильная, не особо бросается. Вот, влог, тестируем камеру. Кровать заказала уже неделю назад, или две, неделю. Вот, 11 марта пойти, должны нам её принести. И, наконец-то, наша спальня будет полноценной. А то мы на новом полу, но спим на полу. У нас новый пол, но спим на новом полу. И вот хочется новую кровать, которая сейчас вот скоро уже придёт, наконец-то. Я очень не могу, я прям жду, не могу дождаться. Построим её, и прям комната будет у нас, как должна быть, полноценной. Кровать, новый пол, все дела. Я немножко боюсь, потому что кровать, она достаточно длинная. Как бы я всё померила, и как бы... Она такая большая. У нас и так матрас большой, у нас king size. Но ещё кровать ещё больше. И как бы я боюсь, что всю комнату займёт. Но, по идее, это не страшно, потому что наша комната пустая. То есть у нас в спальне ничего нету, кроме вот два комода. Чаркина кровать и наша кровать. Всё. То есть у нас не то, что прям спальня обставлена, ещё будет большая кровать и вообще, короче... Да, у нас комната станет гораздо меньше. Но у нас всё равно будет как-то более чисто и просторно, потому что у нас просто стоит одна большая кровать, грубо говоря. Поэтому, ну, я всё равно волнуюсь, но радуюсь. Волнуюсь, но радуюсь такого чувства. Прям немножко тоже внутри как-то вот не по себе. Прям хочешь наконец-то получить, построить, увидеть. И надеешься, что всё будет прям чуки-пуки, и всё. Будет как ты ожидаешь. Ну, всё будет хорошо. Я вроде всё померила. Я всё как бы... Ну, я не просто купила кровать. Я всё хорошенько померила и посмотрела, как это приблизительно будет выглядеть в нашей комнате. Вот, поэтому... Вроде сюрпризов не должно быть. Короче, была сегодня с ней в магазине. И там как раз реально был пол, который вышел новый, который теперь я хочу. Я взяла с собой сэмпл. Но этот один сэмпл, он не показывает, насколько классный пол, потому что пол настолько разнообразия, там столько много текстуры, что вот в такую один вот штучку не помещается всё. Поэтому это просто, типа, цвет. Но вы не видите всю вот эту структуру. Жалко. Но я убедилась, что это тот пол, который я хочу. И также перед тем, как класть пол сверху, муж сказал, давай покрасим стенки, если хочешь. Я хочу свою комнату покрасить. И я примерно знаю, какие цвета я хочу. Я хочу в таком зелёном тоне. Я выбрала некоторые штучки. Мне вот этот цвет понравился. Кстати, выключу фокус. Вот, без фокуса. Мне вот этот цвет понравился. Как вам? Ну, мне и вот этот понравился. Такой вот красивый. Да, этот рукой-то слишком... Он, кажется, чуть-чуть ярче, чем он на самом деле. Вот этот. Этот, я не знаю, мне тоже нравится. Он такой вот оливковый. Это как бы зелёный, но не... Это как бы зелёный-серый такой. Не знаю. Мне нравится. Не знаю. Наверное, всё-таки один из этих мне нравится. Потому что эти... Они какие-то то слишком тёмные, какие-то то слишком яркие, я сказала бы. А это такие вот... Спокойный тона. Как вы думаете? Это всё одного бренда. Потом другого бренда. Они вот такие вот раздают. Если так посмотреть. Вот этот нравится. И вот это. Либо вот этот. Эти слишком яркие. Вот этот как-то мне нравится больше всего. Как мне кажется. Ну, этот тоже красивый. Ну, вы, короче, поняли, да? Вот мои тона, которые мне очень нравятся. Я, кстати, спрашивали насчёт пола. Как бы я вам его показала, но непонятно, наверное, какой он консистенции. Вот. Он реально под дерево. Вот вы трогаете, и вы вот это всё чувствуете. То есть, это не просто нарисовано. Это вот целая структура пола. Как будто дерево вот чувствуется везде. Специально сделали не просто оптику, что просто по виду, а реально даже по ощущениям. Оно дерево. Вы вот это всё чувствуете. И когда пол помою... Сейчас попробую показать, если смогу. Вот, когда пол помой. Видите, отражается. Вот здесь. Это именно текстура видно. Я вам даже не рассказывала. Я новый столик купила. Вот он у меня такой. Под дерево. С металлом, как я люблю. С роликами. Вот так вот он выглядит. Он меньше, чем старый. Старый был гораздо длиннее. Зато теперь меньше места занимает. И здесь больше места. Ну, вы, наверное, можете заметить, да, как мне нравится. Вот тут. Потом лампочки тоже, да, вот металл с деревом. Здесь металл с деревом. Поэтому... Ну, повсюду встречать. Это тенденция металла и дерева. Потому что мне очень нравится. Короче. В четверг, послезавтра, по идее, должна прийти кровать. Если всё пойдёт как надо. Пока что ничего нет. Так что я кровать заказала давайте с первого февраля. И до этого я, наверное, где-то несколько дней мы уже были без кровати. То есть мы достаточно долго без кровати. И просто уже хочется, знаете, вот новый красивый пол и хочется как бы наконец-то полноценно комнату обставить. То есть и новая кровать, и потом уже где-то декоративные вещи, купить. Может быть новые тумбочки. Как бы, ну просто же вот чтобы было полноценная обставленная комната вместе с новым полом. Смотрите, какая разница. Уже сколько прошло времени с тех пор, как у нас этот пол. Я каждый день просыпаюсь. Я каждый день смотрю на этот пол. Я по нему хожу. Я босиком на нём хожу и я просто не могу оторвать глаз, потому что у меня глаза так радуются, у меня сердце так радуется, душа так радуется. Насколько красивый пол и насколько этот пол меняет всю комнату, всю обстановку, все вот эмоции, когда ты в этой комнате находишься, как ты себя ощущаешь ощущаешь в этой комнате. Я просто немного просто в шоке. Это так красиво. Представляете, если вес дом просто имел бы этот пол. Если когда мы заехали бы и просто везде был бы этот пол, мы заехали бы вот в этот пол. Мечта. Мечта. Сегодня очень для меня радостный день. Сегодня 10 марта. Это значит, что сегодня официально по тому, что подписал губернатор наш Техаса, можно идти без маски в общественные места. Я, конечно, до этого ходила без маски, но сейчас просто будет более спокойно, потому что как бы губернатор сказал, что можно. А до этого я как такая вот прям губернатор сказал, что надо, а я хожу без, и все ходят с маски, а я хожу без, сейчас я такая криминал. Так что да, я даже накрасилась вот. У меня очень испортилась кожа, не знаю почему, у меня ничего не поменялось в еде, в витаминах, абсолютно все как всегда, и просто какой-то у меня вот сып под подбородком, какие-то непонятные красные, сухие места появились, я как-то попыталась их скрыть, но это не очень хорошо получилось, поэтому ладно, пойдем так, зайду в магазин, так, я захожу в магазин, такая, и пойду дальше, не шучу, я просто спокойно зайду, без всяких, без всякого театра, но я очень-очень радуюсь, потому что до этого, когда я ходила без маски, я всегда все равно беспокоилась, потому что я всегда думала, вот сегодня может быть кто-то пристанет, потому что вы знаете, бывают вот все эти тупые люди, которые должны переставать, хотя за все это время ко мне никто ни разу не перестал, что я не ношу маску или я ношу под носом, никто тупо не смотрел, пальцы не показывал, в магазин меня спускали, в магазине тоже продавцы, работники не помогали, если я что-то спрашивала, то есть, ну, вы знаете, вы понимаете, что масса носит маски, как бы ношение маски обязательно, а вы ходите без и вы всегда ждете, что кто-то что-то вам скажет, и поэтому как-то неспокойно на душе, никто никогда не говорил, но сейчас можно спокойно душе зайти, потому что сейчас губернатор сказал, что не надо, это не наказуемо больше, единственное, что в магазине сказали, а мы будем просить носить маски типа, а мы будем, это очень смешно, потому что магазины говорят, а мы будем все равно просить, чтобы наши клиенты, которые заходят, кастомер носили маски, но они ничего не делают, если вы не носите, поэтому у меня очень интересно, сегодня я зайду в магазин и посмотрю, будет ли больше людей без масок, чем обычно, потому что обычно все равно люди послушны, и за все это время как надо было носить маски, реально где-то 98% носили, каждый раз, когда я шла в магазин, может быть, один или два человека не носили, все всегда носили, то есть послушны, все всегда носили, вот мы сейчас, интересно, что будет сейчас, будут ли больше людей, которые не носят, так что вам да, я готова, волосы помытые, на улице тепло, 25 градусов, должно сегодня быть, немножко как бы ветрено, солнца нету, серо, тепло, я сяду в машину, открою окно, я люблю с открытым окном, кстати, ехать, так... так... короче наступило то года времени я начинаю заполнять все свои цветочные контейнеры цветами я сейчас буду садить такие вот и такие вот и посмотрим как это получится вот купила землю буду сейчас все туда бросать и создавать красоту а 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 э и а а Продолжение следует... 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 Потому что у меня ноги тонкие, именно там, где тоже, где нога идёт, у меня кость, у меня тонкая, и когда ты идёшь, у тебя немножко начинает наверх подниматься нога, вот, и поэтому такое ощущение, как будто сейчас упадёт, сейчас выйдет, но он не выходит, но всегда такое ощущение, что вот сейчас, сейчас, ну, это такие сандалии, знаете, типа, куда-то пойти покушать, не то, чтобы с ним ходить прямо часами гулять, Поэтому, я очень рада Дай, 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 нет, быстро дай Дай, дай, дай Дальше. 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 Дальше.